Путешествуешь по стране на своем автомобиле. Ночь застала тебя в какой-то глухомании. Еще из трассы свернул на сельскую дорогу. Думаешь заночевать в лесу, как вдруг вдалеке видишь какую-то деревеньку. Подъезжаешь, замечаешь полное отсутствие техники, фонарных столбов, линии электропередач. Свет из окон домов идет от прямого огня. Стучишься в первый попавшийся дом. Открывает дверь огромный мужик в холщовой рубахе. За ним столбился десяток белокурых детей и круглолицая хозяйка в платке. В доме все из дерева. Хозяева говорят какими-то устаревшими словами. Просишь переночевать, тебя впускают, приглашают к столу, дают деревянную тарелку с ложкой. Ешь сытный ужин, от которого слипаются глаза. Тебя укладывают спать на настоящую русскую печку. Сквозь сон слышишь шепот хозяин. Слушай, малой, сгоняй до Радимира. Пусть он мужиков позовет. Сегодня его же и похороним. А то к зиме нужно будет еще сбор делать. Почему-то вспоминаешь, что за столом Все странное семейство хрустело какой-то непонятной травой.